Друзья, всем привет! Купил на Алиэкспрессе лава-лампу и в этом видео я намерен ее обзирать. Начнем с упаковки. Упаковка, если честно, чумочная, потому что в вот таком вот простом пакете, обыкновенной упаковочной, идет вот такая коробка с вот такой вот защитой. Причем эта защита, она вообще ни о чем, поскольку коробка все равно повреждается. И, казалось бы, коробка-то в принципе сама по себе ни о чем, что ее еще может испортить. Но ее портит еще и доставка, особенно ручками кривыми нашей любимой почты России. То есть, по сути, она все равно начинает сминаться, начинает обдираться и терять вообще вот, пожалуйста, всяческий вид. Все идет в комплекте, даже идет лампа, которая повреждается, как вот в моем случае, пожалуйста, посмотрите. О, пришлось мне для обзора приобрести еще одну лампу, примерно наугад. Я только понял, что цоколь Е14, и лампа должна быть зеркальная. То есть, вырядить лампа должна вот таким образом, потому что задача этой лампы – это не освещать помещение, а направлять световой поток в определенную точку. Я все-таки, наверное, открою диск по вот этому поводу и потребую с продавца возместить ущерб лампе. Но почему бы и нет. В комплект идет подставка, в которую вкручивается непосредственно лампа, в обязательном порядке, конечно же, сама колба. Если посмотреть, внутри колбы плавают какие-то куски непонятно чего. Я даже не знаю, это нормально или нет. Ну, включим, посмотрим. Что-то там еще на самом дне. А ничего, пупырка и никаких инструкций. В принципе, все и так ясно и понятно. Лампа, лампа светит, лампа греет. Значит, сверху мы поставим вот эту колбу. И закрываем верхний колпачок, на котором написано «Не открывать и не пить» по-английски. Закрываем декоративным вот таким вот наконечником. Далее вилку в розетку и подаем питание. Ну, как бы не сильно видно, да? Вот чуть-чуть я свет приглушил. Мы видим, что начинает лампа светить, да? Да, что-то свет видим. Подождем теперь, когда начнется сам процесс лавообразования. Я засек время с момента включения лампы в сеть. И ровно через 15 минут началось вот какое-то первое уже движение. Еще через 15 минут, то есть в сумме через полчаса, ситуация выглядит следующим образом. Еще пока ничего не началось, но уже все готовится к тому, чтобы начаться. И буквально только я камеру убрал. Вот, вот он, вот он, вот он, вот он, начался уже тот процесс, который я ждал. По прошествии ровно 40 минут я увидел первое движение, именно вот этих вот больших капель лавы, так называемой, именно того, чего ожидалось все это время. И вот через 40 минут лампа начинает наконец-то работать. Залипалово. Не, вообще, правда, интересно наблюдать, смотреть. Кому-нибудь еще в голову приходило встряхнуть эту лампу и посмотреть, что же будет. Кстати, да, достаточно горячо, а то она, чтобы ее так просто руками удержать голыми. Ну, давайте проведем этот несложный эксперимент. О, вон чего получается. Все это дело перебалтывается. Мы наблюдаем следующую теперь уже картину. Не спешно начинает оседать все снова вниз, но опять-таки мелкие частицы поднимаются вверх. Ну и, скажем так, пока система опять снова стабилизируется, у меня вопрос. О, вот, 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 вот уже первое единичными таким вот уже опять шарами пошло все. Так вот, у меня вопрос. Если бы я заказал эту лампу, например, в сильные морозы, что бы произошло? То есть, если бы жидкость там замерзла, колба лопнула бы или нет? Или все-таки, интересно, там состав какой-то такой незамерзающий? Может быть, кто-то знает? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Минут, наверное, уже около пяти прошло. Я не скажу, чтобы прямо сильно-сильно вот изменилось, чтобы опять все частички собрались в одно единое. Однако, если снять колбу с подогрева, то буквально за те же самые пять минут начинает оседать все вниз и собираться опять в единую массу. Ну что ж, даже несмотря на то, что пришло все это в мятой поврежденной упаковке с поврежденной лампой, вопрос тоже, в общем-то, закрылся, решается легко и просто. Могу сказать, что полностью функциональная лампа для детей, наверное, будет очень даже интересная, да и просто даже для интерьера. Да и выглядит она, в принципе, вполне себе прилично. Так что ссылочку я оставлю в описании. Кто заинтересовался, может приобрести. И на этом обзор я завершаю. Спасибо всем, кто смотрел. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok